Приветствую вас. Начать свой ответ я бы хотел, наверное, знаете, с того, чтобы спросить у вас примерно следующее. Вот вы говорите, что хотели обратиться к психологу в поликлинике, куда ходил раньше, но он в отпуске до середины сентября, поэтому решил обратиться к вам. Вот. А, простите, а мы кто? То есть вот, кто мы? Вот предвидите психолог, это понятно. А, кто мы? Вот. Это вот непонятно. Не совсем понятно, с кем вы нас считаете. О. Это первое. Второе. Я, конечно, понимаю, что вы, ну, не должны, да, но было бы лучше, было бы совсем хорошо, если бы вы описали бы, что все-таки с вами произошло. А, вот, что за проблемы у вас такие есть, да, вот, что за, вот, вы пишите инвалидность у вас, болезнь, вот, комплексы из-за этого. То есть, мне кажется, что здесь нужно разбираться, насколько более подробно. Потому что, в любом случае, в любом случае, ваше волнение, оно отсюда, оно от комплекса, оно вот от тех ваших страхов, которые есть. Ну, которые были, которые были, либо есть, там, вот, и все, тогда, когда вы проходили обучение, вот, вам будем, например. Понимаете, да? Понимаете, да? А о чем где-то? Дальше, значит, вы пишите, первые 16 лет я провел дома из-за инвалидности, где-то общался, можно сказать, только с родственниками и друзьями. Ну, опять же, поскольку вам 23 года, да, то я вынужден спросить у вас, а почему только с родственниками вы общались и их друзьями? Ведь был интернет, вот, ну, уже в это время был интернет. То есть, почему так? Почему вы не пользовались интернетом? Вот. То есть, общение ваше, оно чем-то обусловлено, опять. Как вам относились родители? Вот. То есть, как они, как они вас видели, воспринимали, чувствовали? В комплексе-то они не на ровном месте возникают, а из-за оценочных суждений людей, других людей. Вот. И получается, что вы ориентировались на кого-то в своем восприятии себя, например, окружающих. Дальше. Выходить начал, как только появились доступные в достаточном количестве лекарства, снимающие симптомы. По сути, я стал как здоровый человек. Но все время на лекарствах. Я так понимаю. Сразу после этого я пытался начать общаться с людьми, но из-за отсутствия социальных навыков, которые все получают еще в школе или даже в детском саду, мне было сложно. Как вам сказать? С одной стороны, я, конечно, вас понимаю. С одной стороны. Но, с другой стороны, мне думается, что это, что это типа отговорка, отговорка, что это типа отмазки, на мой взгляд. Почему так? Почему я так щипя? Потому что, видите ли, история здесь какая, история здесь какая, история здесь такая, что не важно, где вы получили навыки и как. Не важно. Важно немножко другое. Важно то, по поводу чего вы взаимодействуете с людьми. То есть, что у вас непосредственно общего с людьми. Вот. Вот это вот, то есть, по поводу чего, по поводу каких вещей, да, вы ведете диалог, например, с людьми. Это так работает. А так вы просто пытаетесь, значит, общаться с людьми. А зачем? Чтобы что? Для чего? Кроме того, страхи и комплексы со времен активности и заболевания никуда не делись правильно. С ними нужно работать, это достаточно небыстрый процесс, к сожалению, комплексы и страхи с ними. Нужно работать, они напрямую вытекают из вашего заболевания и как бы с этим нужно работать, да, да. Вот так. Я постоянно ненамеренно делаю что-либо, приходящее к нежеланию со стороны людей общаться со мной. Но опять же, опять же, не считаете ли вы странным, что вот вы хотите общаться с людьми? Да? Вроде бы. Вроде бы. Вроде бы. С людьми вы хотите, вроде бы, общаться. Вот. А, соответственно, ненамеренно вы делаете что-то такое, да, что людей отталкивают. То есть, противоречие возникает здесь, на мой взгляд. Давайте подумаем. Давайте подумаем. Как и почему, условно говоря, да, такое становится возможным. Вот. То есть, если вы, если вы, к примеру, хотите общаться, да, если вы хотите общаться, то что вам мешает общаться с людьми? Что вам мешает общаться? Ваши действия, которые вы совершаете, ну, вот эти вот, как вы говорите, ненамеренно, ненамеренно, это проявление вашего отношения к себе. То есть, вы отталкиваете людей, да, не случайно. Вы отталкиваете людей потому, что боитесь близости. А близости боитесь, потому что нет личной личной границы у вас. То есть, вы не отделяете себя от, условно говоря, других людей. Личной границы у вас нет. А значит, и зоны ответственности тоже нет. Нет личной ответственности, нет ответственности, нет разделения ответственности за себя и за, там, условно говоря, других людей. Вот. Это тоже один из моментов, над которыми нужно работать. Вот. Вам. Это, это может быть, кстати, причиной того, почему вы переживаете за других людей. Дальше. Так, а какое-то время я прекратил допытки строительства, каких бы то ни было отношений. Ну, вот опять, да, понимаете. То есть, у вас отношения, для вас отношения. Это ценность, ценность, ценность в себе, как бы. Ну, так быть не должно. Отношения не являются ценностью в себе. Они являются, как бы, побочным эффектом, да, побочным, побочным результатом того, чем вы занимаетесь. Того, что вы делаете. Ответы и проблем, проблем. Вот. Вот. Ну. Как это мне видит? Конечно. Дальше идём. Дальше идём. Так, далее, когда учился в Уфе, практически ни с кем не общался, побочите этих видео в своей одиночной комнате. Ну, опять же, опять же, как насчёт интересов, да, у вас дела обстоят, как насчёт увлечений, там, хобби и так далее. То есть, что у вас было, это у вас общего-то с людьми. Ведь дело не в том, что вы делаете какие-то вещи, что людей опалкивает, а дело в том, как вы подходите к общению, к общению. Дальше, значит, ну, в прошлом году я закончил обучение, и хочу начать получение ещё одного образования в следующем. Знаете, здесь моя рекомендация будет такой. Вы получили образование, попробуйте поработать в этом направлении. Получите практический опыт. Нажмите сами себя обеспечивать, если сейчас вы этого не делаете. А потом ещё учитесь. А то получается, что постоянно обучение, вам уже 23 года, как бы, я думаю, что поля практический навык получать какой-то. Ну, опять же, это чисто моя рекомендация, чтобы вы как бы развивались. Практически целый год я ничем не занимался вводом, а могли бы развиваться, могли бы работать. Но вы этого не делали. Оформлял некоторые важные документы, но не более. Несколько месяцев назад встретил в компьютерной онлайн-игре девочку. Ну, опять же. Несколько странен вот этот ваш подход. То есть, я хочу получать образование, да, хочу получить образование, но при этом я играю в компьютерные игры онлайн и знакомлюсь там, значит, с девочкой. Хочется вас спросить, а образование вы зачем, как бы, получаете? Ну, чтобы, чтобы что? Чем вы планируете заниматься дальше? Вот. Почему вы? Я ничего плохого в играх не вижу. Скажу сразу. Вот. В играх, игры это хорошо. Игра это здорово. Но. Вопрос, который меня хвал, он вот скорее именно по поводу ваших приоритетов. То есть, вы говорите, что я год-год ничем не занимался. Почему? Почему? Плюс, вы хотите учиться еще, да, у вас есть желание еще учиться. И из этого можно сделать вывод, что вы просто боитесь, как бы, вот вступать в возрослую жизнь. Вам нравится учиться, вам нравится такая вот ограниченная ответственность. Вот. Ну, проблема в том, что это вам ничего не даст. И комплексы ваши не будут учиться легко. Ну, в этом смысле. В этом смысле, да, учиться легче, чем получать образование. Ой, чем не получать образование, я не правильно сказал, чем работать. Вот. И вам все-таки вот нужно смотреть вот туда. В ту сторону. Именно в сторону практических навыков. Приобретение практических навыков. Вот. Дальше. Идем. Так. Ээээ. Значит, третил девушку. Мне очень понравилось с ней общаться. Ну, понятно, что в онлайн игре, да, вы человека, как бы, идеализируете. Да, то есть, понятно, что в онлайн игре и вообще в интернете вы не видите, не видите реальную личность, вы не видите реального человека. Вы видите только образ, вот, образ, который, ну, скорее всего, хотите видеть вот так вот. То есть, это, опять же, вам может быть неприятно, но это вот, это так. То есть, реальных отношений, реальных отношений вы не выстраиваете. А вот что дает вам общение само по себе конкретно, ну, нужно разбираться, потому что так вот на основе текста непонятно. Мне очень понравилось с ней общаться. Чем? Она крайне добра, приятна, готова выслушать, поддержать и дать хороших совет. Это все, что нужно вам. Вопрос в том, что это? Что нужно вам? Единственная проблема у нее низкая самооценка. Ну, понимаете, как бы, это говорит о том, что человек не совсем, не совсем свободен в проявлении, в проявлениях своей активности. Если бы у нее была адекватная самооценка, стала бы она играть в самобытные игры, так, как играют. Если бы у нее была адекватная самооценка, стала бы она вести себя так, как она себя ведет. Это вот вопрос. Я не уверен, что на этот вопрос у вас есть ответ. То есть, опять, да, видите, что человек, человека, по сути, в компьютерную игру, да, привела что? Что привела? Привела неуверенность в себе. Здесь Казанатович. И вы по той же причине, скорее всего, в игре находятся. Потому я вас и спросил о том, что вас привело в игру. Ну, это... Дальше. Ей очень тяжело воспринимать похвалу в ее сторону. Она просто не верит, что хороша настолько, насколько действительно является. А вы не знаете, вы не знаете, насколько она является, потому что вы ее не видели никакой. Но это не без причины. У нее, к сожалению, не хватает в тяжелых моментах в жизни. Здесь вы попадаете, на мой взгляд, опять же, в треугольник Гартмана, где, значит, склоняетесь к тому, чтобы спасать. Чтобы спасать человека, чтобы спасать девочку. И не только девочку спасать, а, возможно, и всех вы хотите спасать, да. То есть, вот у вас такое переживание, это желание спасти. То есть это, ну, как сказать. А, личная заинтересованность в человеке. Очерзadaki заинтересованность в человеке. Вот. И... Соответственно... Соответственно... А, можно говорить о том? Можно говорить о том? А... Что вы излично вовлекаетесь в общение. Опять же, нет личной границы. Нет личной ответственности разграничения этой самой ответственности. этого у вас нет. Вот. А без этого невозможно построить отношения. То есть, вот вы, как бы, ей сопереживаете, вы её желаете, вам хочется её спасать. Но спасать вам хочется её только потому, что спасая, вы чувствуете себя лучше. Вот даже если вы сейчас скажете, что нет, я её, я её, как бы, насчёт, ну, я её не спасал, да, я не планирую её спасать и так далее. Вот, да. Но её вот эта вот уязвимость, она вас, вам, как бы, импонирует. Скорее всего, её уязвимость вам импонирует. И вам легче с ней общаться. И вам нравится, что она так, что она так. Нет, вы не хотите в ней зла, конечно, то. Но вам нравится то, что она вот такая, что вы можете, там, к примеру, там, не знаю, что-то сделать для неё. Например. Вот. Это какая штука. Вот. То есть, ну, посмотрите про треугольник Карпмана в интернете. Я думаю, что сами всё поймёте. А если не поймёте, то мы вам объясним, что это, ну, это не сложно. Не сложно. Дальше. Так. Она крайне бескорична. Почти всегда возвращает подарки. Значит. Даже учитывать там не были внутри игры. Ну, если вы её идеализируете, потому что она сама их часто высылала. А вы её тоже возвращали. Скорее всего. Ещё она немного старше меня, но мне это не особо важно. Это хорошо. Тем более, что она мне кажется красивой. И всё. Как-то вот здесь несколько показательный акцент на том, что она вам кажется красивой. То есть, как бы, что вы в ней выделяете для себя. Я не хочу сказать, что вам нравится только её красота. Нет. Но просто это достаточно важный момент. Так мне кажется. Что вы подразумеваете под этим? Я её вижу в краю. Она, мне кажется, красивой. А если бы не казалась красивой, то возраст, что имел бы значение? Тогда... Или как? Дальше. Так. Живём в разных странах. Довольно далеко друг к другу. В принципе, встретиться вполне возможно. Но я очень понимаю, что она закончится. А вы спросили, почему вы за неё решает? Я вполне отдаю себе отчёт, каким вы являетесь парнем, стараюсь не допускать появления призрачных надежд. А каким вы являетесь парнем? Что это за пораженческое настроение? Что это за низкая сумма оценка? А вот с этим нужно работать. Нужно на себя принимать. Нужно учиться любить себя. А вы пока пытаетесь это всё добрать от других людей. Не работает. Стараюсь не допускать появления призрачных надежд. А что есть надежда? Что такое надежда? Это желание. А желание ничего. Кроме того, не хочу жить в её стране. У меня совсем другие планы. Ну так она может приехать к вам. Это не проблема. Насколько несколько месяцев назад мы играли вместе почти каждый день, потом по разным причинам забросили эту игру, стали переписываться, время от времени созваниваться. Ну... Значит, контакт их хранился. Я впервые увидел, как кто-то продолжается на общение, при том, что я не навязываюсь и легко прощаюсь на ошибки, которые я при этом допускаю. Вопрос только в том, почему человек прощает вам ошибки. Это первое. Второе. Вы увидели впервые, что с вами, значит, с вами кто-то продолжает общаться. То есть, вы меня простите, конечно. Вот. Но, девушка, мне кажется, с вами здесь воспринимается, ну, просто, просто как средство какое-то, просто как инструмент. То есть, вот кто-то со мной, наконец, общается, кто-то, обещается со мной, там, без навязывания. Вот. Я опять же, поймите правильную правду. Я вас не обвиняю. Я просто хочу, чтобы вы увидели. Вы увидели, значит, что вы поняли, как обстоят дела. Понимаете? Ну вот. То есть, как бы, такая история, что вы девочку сами, вот девочку саму по себе, да, мне кажется, не воспринимаете. Вот. Ну, именно вот, именно саму по себе девочку вы не воспринимаете. Я могу ошибаться, я могу ошибаться, но мне видится ситуация именно такой, именно так мне видится. Дальше. Так, теперь можно перейти к, что это мой вопрос. Смотрите, вы говорите, что я допускаю какие-то ошибки. Что есть ошибки? Что такое ошибки? Как вы к ним относитесь, к этим ошибкам? Как вы, какие выводы вы делаете из ошибок? То есть, вы делаете просто ошибки снова и снова и снова не те же или как-то происходит? Это тоже очень важный момент. Дальше. Иногда бывают случаи, что она пропадает из сети. Из-за этого я испытываю неконтролируемое чувство тревоги. Тревога это, это индикатор, что вы делаете что-то неправильно. Тревога это индикатор того, что вы поступаете себе во вред. Тревога говорит о том, что вы чрезмерно полагаетесь на другого человека. Я настолько привык к общению с ней, потому что мне начинает сильно уникватать дата, а сообщение вам все-то дает. Вопрос в том, что нужно это выделить и самостоятельно реализовать. Например, недавно она поехала в город на несколько суток. Мы списывались каждый день, но вчера она вообще не заходила сидеть после обеда, написав лишь одно сообщение. Я волновался с ней, потому что вам нужно, вам нужно общаться с ней, вам для чего-то это нужно, вам чего-то не хватает. Когда я проснулся и заметил, что она так и не зашла до сих пор, меня просто бросило в рощь, насколько я это переживал. Да, вам она нужна. Опять же, волнение это лишь, как бы, защитная реакция такая. Так вы себе объясняете, что это волнение. А вот там это свои желания вы себе запрещаете. Со мной и раньше было похоже об отношении друг к другим людям, но это были ближайшие родственники, с которыми определённо было что-то не в порядке. Опять же, нужно выяснять, что личное для вас означает, когда с кем-то что-то происходит. Имеет ли этот личный подтекст, или это имеет место быть просто альтруизм, что суть нужно разбираться. Именно такого как с ней не было ещё никогда. Ну, правильно, всё эволюционирует, всё развивает, ваша потребность в людях, она растёт. И если с родственниками вы понимали, что у близких отношений есть определённые границы, то здесь, как бы, границ нет, и эта тревога за неё вполне может перенести ей во влюблённость, и в любовь. Ну, вы будете думать, что это любовь. В итоге, чуть позже она писала, оказалось, что она просто была всегда занята работой, и она там всё делает одна, и рано легла спать. Ну, вот здесь опять же, понимаете, есть у меня такое впечатление, да, что вы чересчур её жалеете, что вы чересчур идеализируете, что вы воспринимаете её как кого-то, кого нужно спасать, там, жалеть, понимать, и так далее. Потому что она выставляет себя жертвой, жертвой, мол, вон, она там всё одна делает. Не настораживает, не настораживает, что она такая жертва, она там всё на свои плечи, как бы, берёт, и так далее. Вот. Что это может быть со мной? Ну, сказал. Возможно ли, что я влюбился в неё? Это, я думаю, это знаете только вы, и мы, как бы, чувства не можем распознать, опираясь на текст. Я думаю, что, если есть влюблённость, то она лёгкая, вот, но влюблённости, как таковой, нет, ещё нет, как это видит мне, но это, опять же, это всего лишь просто предположение, потому что нужно выяснять, то есть нужно с вами работать, и нужно смотреть. Я не думаю, что можно вот так вот просто сказать, да, влюбились вы в неё или нет на основании текста. Вот. Потому что хотя бы влюблённость, она проявляется, как бы, у всех людей по-разному, вот. И нужно смотреть, как проявляется влюблённость у вас. Да. Это вот тоже такой очень важный момент, на мой взгляд. Дальше. Или просто боюсь потерять общение с приятными человеком. Да, боитесь потерять общение, оно вам важно, это совершенно точно влюблённость. Здесь идёт либо как сопутствующее, либо что-то параллельное, но, мне кажется, больше сопутствующее. Даже если это не влюблённость, тогда нам на это не безразлично, что это говорить об этих чувствах. А смысл? А смысл какой? Вот что вы хотите получить в ответ? Что вы хотите получить в ответ? Если вы хотите, там, я не знаю, получить в ответ от неё, там, грубо говоря, признание, ну, ответное, как бы, признание, да, что у неё тоже есть чувство, то нет. Не стоит. Это совершенно точно, это все наши виды. Что это не стоит. Не стоит говорить. Совершенно точно. А если, как бы, вы, ну, просто хотите поделиться своими чувствами, допустим, с ней, да-да-да, это можно сделать, это можно сделать. Вот только в этом случае, в остальных случаях не имеет никакого. смысла не имеет никакого значения, что вы ей расскажете о том, что чувствует. К сожалению. Вот, в принципе, так. Как бы, да, это не очень приятно, да. Но многое зависит именно от ожиданий ваших. То есть, что вы хотите. Очень многое зависит от этого. Именно от ожиданий. То есть, если вам хочется получить замену, то нет. Волноваться не что-то. Ну, говорить. Можно ли я хотел бы приглашить эту периодическую возникающую тревогу? Да, мощнее, если вы начнете самореализовываться и ориентироваться на свои чувства и работать со своими чувствами. Я не хочу так волноваться по этому поводу, мне это кажется ненормально. Мои правила это не совсем нормально. Оно наступает само по себе. Нет, не само по себе. Это ваши чувства, которые вы подавляете. Это очень неприятно, я не знаю, что мне делать. А что в этом неприятно? Пожалуйста, помогите мне, спешите вы. А как? То есть, как вы? Нужно с вами работать. Нужно работать с вашими чувствами. Я уже сказал, комплексы прорабатывал. Освобождать вас от комплектов. Как именно вы хотите, чтобы мы вам помогли. Как мою помощь вы видите. То есть, это индивидуальная консультация с вами. Это работа. Это работа. А два-три года все исправится. Все можно исправить достаточно быстро. Но все равно потребуется какое-то время. В ИГП вы работаете над собой? Вы готовы меняться? Вы готовы исследоваться? Если да, то выбирайте себе психолога на нашем ресурсе и будем работать. А если нет, то тогда какой помощи идет? Я даже литературу какую-то порекомендовать вам сейчас не могу. Потому что не совсем понятно, в чем ваша проблема именно заключается. То есть, на что делать упор конкретно. Вот. Знаете, сперва, отношения с родителями прорабатывать ваши. Или эмоциональным интеллектом заниматься. Или принять им себя. Что важнее. Непонятно. Так что, надеюсь, что вы получили представление о том, что с вами происходит. Теперь знаете, что делать. На этом все. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Эм... И все-таки... Все-таки... Одну рекомендацию я вам дам. Пожалуй. Она мне вот, вот рекомендация, да, она вот так вот сейчас вот пришла. Эм... Я думаю, что... Я вам ее скажу. Значит... Эм... Отслеживайте мысли. Свои. Свои. Ну, вот просто вообще. Просто мысли. Эм... Свои. Какие они бывают? Эти мысли. Что вы думаете по... Эм... Ну... По тем или иным... Эм... Вещам. По тем или иным... Не знаю... Событиям. По тем или иным... Эм... Эм... Там... Происшествиям. По тем или иным... Эм... Эм... Явления. Вот. То есть просто вот для себя на эти вопросы ответить. Вот. Мысли свои. Мысли свои. А... Ваше... К примеру, ну, ваше мнение, да, вашу точку зрения. Вот. Зафиксируйте. И... Поисследуйте ее происхождение. Происхождение. То есть, поисследуйте происхождение ваших мыслей. Откуда они селятся? В силу того, что вы очень много общались с вами родными... Эм... Эм... Я так... Эм... Эм... Подозреваю. Я подозреваю. Что... Эм... Эм... Многие мысли... Эм... Ваши... Многие ваши мысли... Эм... Они принадлежат не вам. Эм... Эм... Опять же, я не могу сказать, что я в этом... Эм... У... Уверен. Я в этом не уверен. Но... Оооо... Как вариант. То есть, как то, что можно вам... Эм... Эм... Порекомендовать прямо здесь и сейчас. Ну, это вот... Эм... Эм... Идеально. Эм... На мой... На мой взгляд. На мой взгляд, это идеально. Эм... Эм... Какая цель? Какая цель? Цель... Эм... Достаточно простая. Цель отследить... Эм... То, что... Принадлежит вам... В мыслях. И... То, что вам не принадлежит. Вот. Работайте с этим. А с результатами уже можно будет... Эм... Что-то делать. То есть, от результатов уже можно будет... Отталкиваться. Образно говоря. Эм... Эм... На этом все. Еще раз. Эм... Эм... Я надеюсь, что все-таки это было полезно. Для вас. Эм... Эм... Всего вам доброго. И удачи.